здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас пятница 3 сентября как всегда у нас по пятницам по возможности уточняю мы делаем проект про трейдинг да то есть что мы в этом проекте делаем это обучение да и обзоры по рынку сегодня я бы хотел сделать акцент на одном моменте это на обучении миссии дивергенции на рынке почему эту тему хотел сегодня затронуть конкретно сегодня напомню кто не знает я был на семинаре александра герчика в киеве на этих выходных присутствовал очень сильно понравился семинар то есть я шел туда с целью повысить свою квалификацию да то есть узнать что-то новое в принципе какие-то моменты подтянуть да так как александр михайлович герчик очень очень хорошо понимает рынок и он может чему-то дополнительно научить как скажем профессионала так и новичка да конечно есть много так скажем хейтеров которые я там выкладывал фейсбук что этом присутствовал на семинаре то есть есть понятно одна половина добрые которые там грил супер-пупер да а есть там часть которая ну хотел до последнего да то есть ну по разным моментам мы не будем даваться в детали я хочу сказать что мне семинар очень очень понравился я был на на неполном семинаре частично и скажем много-много скажем получил хороших знаний до которые я частично их внедрил в свой также курс обучения да скажем у меня есть своя стратегия но те моменты которые александр михайлович рассказывает их можно тоже включать я включил их свою стратегию и скажем так как были некоторые моменты на рынке непонимания но я тоже хотел скажем это позитивная сторона да то есть но был один момент который я был не совсем согласен с герчиком по поводу по поводу сегодняшней темы которые хотела рассказать как уже сказал дивергенции то есть индикаторов компьютерных индикаторов он утверждал что компьютерные индикаторы не работают да ну скажем там был один нюанс по поводу того что в чистом виде да я с ним частично согласен но такая формулировка что индикаторы не работают я с ним не согласен и я хотел сегодня с вами эту тему разобрать да с точки зрения обучения ну в двух словах я думаю что многие уже изучали и показать на графиках как это дивергенция отрабатывается и не просто показать да а вот кто смотрел и кто еще не смотрел посмотрите допустим эфиры обзоры которые делаю по пятницам youtube канале да или на моем youtube канале или на канале компания маркет битву аналитиков которые проходят еженедельно ну по возможности еженедельно понедельник среда я там тоже даю прогнозы то ну скажем прогнозы где даю конкретно точку входа точку стоп лосса и ожидаемые цели и поэтому нельзя сказать что это все постфактум вот я взял там график и условно пока вы смотрите как круто индикаторы отрабатывают да с одной стороны это так на истории как говорят да на истории очень легко это все показать а вы не смотрите историю вы посмотрите обзоры которые я показывал и сравните да даже просто если там вам влом смотреть весь текущий 2021 год или 2020 год да то есть я участвую битвы аналитиков публично даю прогнозы практически полтора года вы можете посмотреть но кому сложно посмотрите просто за последний месяц да я там говорю очень часто упоминаю момент о дивергенции на финансовых рынках да понятно что это эта тема не работает там сто процентов да вот есть дивергенция сто процентов она должна отработать это не так да то есть это я я бы сказал так она где-то отрабатывает в процентах 70 плюс минус процентов от отработки я этот момент использую в дополнительных целях то есть я ее не использую в чистом виде в некоторых моментах использую использую в чистом виде да в чистом виде я бы сказал как использую в точки точки выхода до точки входа я использую дивергенции ну и плюс основа это моя стратегия то есть которая основана на импульсах и коррекциях то есть модель модели которые я со своей супругой мы их разработали да и то есть вот вот в таком ключе то есть этот такой ступ чтобы понимали что я хочу сказать то есть это будет это будет не хейтинг герчика да это просто будет реальный рынок и мы посмотрим так как я с этой темой не согласен согласен с его стратегии то есть очень крутая стратегия кто не обучался я советую скажем посетил семинар с точки зрения я бы даже посвел скажем посвятовал тем хейтером которые его хейтят что не работает это все то есть посмотрите есть очень много публичных проносов даже у александра герчика и то есть ну есть много нюансов конечно но это уже такое сейчас у нас конкретно дивергенции будем изучать и на графиках параллельно кто не верит что я в это просто на истории то есть смотрим обзоры там все есть дивергенции мы сегодня будем изучать дневные ну скажем дневные графики так каких можно на любых там фреймах то есть неделька дневной график четырехчасовой часовой и так далее и так давайте перейдем к на моменту что такое дивергенция есть медвежий бычий дивергенции дам я вот есть три вида дивергенции да то есть есть классическая скрытая и расширенная я использую в в торговле скажем частично использую два вида дивергенции это классическая или еще и и и называют правильная да или расширенная дивергенция то есть в чем заключается суть вот вот примера то есть верхний верхний график это цена то есть котировки нижний график это сам индикатор и me cd то есть есть разные индикатор которые можно использовать для дивергенции есть и me cd стандартные скажем параметры которые есть возможно их там менять то есть если вы уже профессионально хотите изучать там индикатор можно подкручивать скажем по свои параметры делать более какие-то точные моменты есть rsi и много-много других компьютерных индикаторов я использую только me cd и не говорю что там какой-то лучше какой-то хуже можете в комментариях написать кто какие используют если использует какие лучше сравнивайте и так далее и еще такая ремарка если вы используете там какой-то индикатор или любую стратегию обязательно нужно ставить стоп лосса потому что любая модель любой паттерн на рынке или любой уровень кто торгует уровне он может сломаться да и вы скажете потом смотрите я потерял вот на дивергенции или на уровне или на стратегии весь депозит то есть в каком понимании то есть вы вошли в одну сделку вошли на все они поставили стоп лосс рынок пошел против вас а там дивергенция она еще на дневном графике есть и так далее то есть это неправильный подход с правильный подход если вы используете дивергенцию используете дополнительно условно как я использую свою стратегию и вот эти два компен компонента если использовать то и соблюдать риски то на этом можно заработать то есть и так вернемся то есть сверху идет цена котировки снизу идет сам индикатор то есть если цена показывает новые максимума да то есть был какой-то излом тренда мы показали новый максимум да это условно это на любом там фрейме сегодня будем говорить просто о дневном там фрейме но индикатор пока показывает что вот этот новый хай он ниже да то есть мы не будем даваться в детали сути так далее потому что это в принципе ну скажем как бы важно но сегодня такой короткий обучающий момент то есть если у нас есть вот такие моменты да то есть вот давайте цена показывает новый хай а дивергенция индикатор сам он идет вот таком ключе да рисуем 1 и 2 и в этой точке можно рассматривать на short цели скажем там есть можно использовать как технические цели используют так классический там 3 к 1 5 к 1 10 к 1 условно да так есть и выход по целям по самому индикатор если индикатор заваливается за нулевую отметку то это сигналит о том что скажем он себя отработал и можно фиксировать там часть прибыли или основную часть прибыли так далее то есть по точкам выхода есть много моментов много вариантов в этом мы сегодня не будем даваться мы саму суть данного индикатора изучаем и работает он или не работает я использую в этой точке дополнительно еще ну скажем это не дополнительно это как основа свою стратегию то есть если в данной точке рисуется вход то есть 1 1 момент 1 момент это если есть модель 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 условно это может модель 1 модель 6 я рассматриваю здесь short второе если дополнить дополнительные с дивергенция это есть большой плюс так как я понимаю что с этой дивергенции это является сигналом на short и мы можем очень хорошо уйти вниз если это ну условно дневной график или недельный ну и 34 скажем дополнительные еще моменты можно использовать мы о них сегодня не будем говорить чтобы не забивать информацию все то есть вот просто да ничего сложности не нужно изучать там фундаментальные моменты ну еще одна ремарка я дивергенции использую скажем на валютном рынке на товар на сырьевом рынке использую на валют на криптовалютном рынке частично на акциях я скажем и он не не тестировал если кто-то тестировал напишите в комментариях на индексах тестировал но на текущем бычим индексе дивергенции скажем на дневном графике или на недельном но у нас сейчас индексы смп достаточно бычий тренд сильный и и там очень-очень их ломают но как показал 2020 год индекс по дивергенциям скорректировался на достаточно хорошую хороший процент 30 процентов для фондового индекса это достаточно много мы сегодня затронем валютный рынок как так в основном я использую их там ну и расширенная дивергенция то же самое то есть у нас двойная вершина то есть цена показал один хай подошла еще раз то есть показала практически одинаковые цены максимума да но индикатор показывает что вот этот хай который был вровень с предыдущим он намного ниже да это говорит что с этой точки возможно рассматривать на шорт то есть здесь уже дополнительно как я уже говорил я использую свою стратегию то есть это в двух словах если вам то что я рассказал вам не до конца понятно возможно в ютубе очень много информации на эту тему бесплатной это первое второе много книжек на эту тему написано много статей можете изучать там дивергенции конвергенции там скрытой дивергенции там куча куча материала но самое основное это то что я использую в дополнение да то есть никак основа стратегии но можно в основу использовать но я люблю более надежные точки входа это это моя стратегия поэтому смотрим переходим к графикам какие дивергенции я прогнозировал на текущем рынке как они отработались итак давайте несколько инструментом инструментов сегодня мы рассмотрим обсудим их итак давайте посмотрим индекс доллара к примеру было несколько дивергенций на текущем графике ну условно у нас идет график сейчас дневной график с августа 2020 года по август текущего года но практически год так прям и рисуем так у нас было как видим несколько дивергенций за это время некоторые дивергенции дали небольшой отскок ну учитывая что это маржинальный рынок то есть плечо можно использовать на этом можно хорошо заработать то есть вот одна дивергенция 1 2 дивергенция 2 и 3 есть еще на этом графике которые уже дивергенции которые сломались да но если в данном случае это дивергенция сломалась мы ее сейчас не увидим если она была в моменте мы на ней на ней получили стоп лосс да то есть вот таком характере просто смотрим сейчас как рынок отработал текущей дивергенции которые были итак давайте начнем ну для подтверждения условно давайте с дивергенции 2 начнем почему потому что есть подтверждение данной дивергенции это публичные прогнозы которые я давал то есть если посмотреть январь февраль 2021 года я прогнозировал индекс доллара на рост здесь в основе было то что был очень сильный паттерн на разворот рынка то есть вот он вот этот паттерн здесь я прогнозировал покупать индекс доллара это первыми да то есть был была модель то есть паттерн модель модель была модель к он то есть корень то есть был модель корень второй момент это была дивергенция здесь очень был сильный паттерн то есть мы его форме формировали практически два месяца да то есть даже больше что мы получили с этого выхода то есть смотрите движение практически очень сильные вверх то есть смотрим прогнозы которые я давал где-то январь февраль то есть битва аналитиков очень хорошо отработал как мы видим плюс дальше момент как мы видим от сильного накопления да у нас сильное накопление здесь есть импульс сильной сильное накопление у нас такого накопления получился очень хороший выстрел потом среднесрочный прогноз по дивергенции который подтверждается прогнозами и вот таким моментом дальше второй момент вот текущая дивергенция которая была в прошлом месяце но конец августа посмотрите пятницу прошлое делал обзор то есть на снижение индекса доллара и на рост валютных прав валютных пар против доллара это евро фунтов старийский доллар новозеландский доллар там были очень хорошие паттерна до модели которые и плюс дивергенция то есть я о них упоминал прошлую пятницу позапрошлую пятницу посмотрите конкретно этом проводил обучение по поводу как ловить движение на рынке и там я упомянул о дивергенции почему стоит выходить с шартов который я давал пока на по австрийском доллару новозеландском доллару о лангах канадского доллара то есть этот момент можно использовать как я уже сказал дивергенции как точки входа и точки выхода вот такой момент да то есть и что мы получили давайте увеличим то есть мы получили по индексу доллара смотрите дивергенция то здесь еще произошел ложный пробой вот этого максима который у нас был максимум за июль и максимум за локальный август ну еще максимум за март то есть мы сделали ложный пробой здесь проторговались таким хорошим паттерном модели 6 дивергенция то есть это как скачок был дополнительный момент то есть и мы получили снижение то есть здесь я прогнозировал пятницу прошлую смотрите обзор на снижение и в среду на битве аналитиков я также советовал шортить индекс доллара в принципе неплохо за то есть получается среда четверг мы неплохо отпадали по данному активу то есть вот вам пример по поводу дивергенции где они себя очень хорошо отработали то есть среднесрочность вот сам сок в том что можно сидеть в таких моментах среднесрочно и неплохо зарабатывать так дальше и ну допустим давайте просмотрим канадский доллар для тех кто не верит посмотрите это получается не прошлая пятница а позапрошлая пятница вот прям вот вот здесь на максимумах смотрите посмотрите конкретно битву аналитиков и все обзоры которые делал за августа 2021 года кто помнит я вот здесь в этом диапазоне на битве аналитиков давал конкретную рекомендацию с точки входа со стоп лоссом давал покупки мы неплохо отросли то есть назывались цели вот 28 и выше после того как цена сделала данные цели у нас что образовалась дивергенция то есть мы переписали хай и есть как мы видим цена но вот этот хай который был показан в августе он ниже предыдущего хая который был за июль это сигнализировал о том что нужно вот эти покупки закрывать то есть это являлось сигналом на точку выхода это первый момент то есть первый момент дивергенция дивергенция мы выходим с рынка и второй момент это свечной анализ свечной анализ у нас здесь нарисовался pin bar то есть смотрите позапрошлые обзоры которые делал как ловить максимум тренда то есть если из дивергенции если свечной анализ если из модели которые я использую то возможно находить максимальные точки входа и максимум или минимум из них уже или фиксироваться если вы ранее зашли или заходить на новые точки вот и у нас получается снижение вниз это первый момент вот то что я публично сказал на второй момент вот дивергенция еще один момент смотрите минимум рынка то есть вот у нас нарисовалась дивергенция то есть вот мы показали вот здесь минимум с предыдущий минимум то есть у нас в июне мы обновили минимум мая но индикатор показывал вверх то есть это нам сигнализировал о том что рынок пойдет на коррекцию плюс мы долго падали здесь это первыми дивергенция второй момент накопление очень сильная третий момент здесь есть pattern 6 то есть модель номер 6 которую я использую вот она то есть ее отрисовал то есть данные модели паттерна знают мои ученики то есть я о них рассказывал что мы получили с этого момента смотрите выхлоп наверх какой на получается с 120 ну практически 129 мы максимум показали практически тысячу пунктов да там понятно весь все движение мы нельзя спрогнозировать точно до пункта но какое на движение получилось и какие факторы способствовали этому и не нужно там понимать там все фундаментальные тонкости которые есть на рынке вот канадский доллар то есть это то что можно проверить то есть не пас фактум я сейчас как я уже сказал на истории отрабатываем смотрите здесь хорошо отработал здесь плохо смотрим предыдущие битву аналитиков обзоры и наблюдаем дальше австралийский доллар вот ребята смотрите кто смотрел битву аналитиков за август текущего года здесь я прогнозировал шарты по данному инструменту смотреть вот в данном диапазоне я на битве аналитиков давал шарты также я давал шорт сигнал своим подписчикам инструмент очень хорошо отпадал но дальше вот здесь когда мы торговались на минимумах я несколько пятниц назад мне кажется две пятницы назад проверьте за вот это число я сказал что кто ранее шортил стоит фиксироваться по какой причине по той что у нас рынок уже вот это накопление которое было по тренду она себе отработала то есть хорошее движение и нужно фиксироваться почему здесь возможен разворот первое это у нас дивергенция есть свечной момент это pinbar и прошлую пятницу я говорил об этих моментах еще уточнял то есть это было позапрошлая пятница а вот здесь было прошлая пятница говорил что здесь скорее всего будет движение наверх и моего вуаля получили и потом скажите что это все не работает ну понятно вы скажем вы дополнительные в дополнение со стратегией напомню подробности обучения вы можете посмотреть на сайте то есть здесь все расписано здесь все мои авторские модели по стратегии есть здесь есть даже сравнение вот таких моментов как методы определения ложного пробоя то есть есть по герчику то есть обучаю по ларри вильямса до ловушка специалистов не он называется и мой авторский метод определения ложного пробоя то есть у меня есть свои моменты да здесь есть и вот среднесрочный трейдинг о том что мы сейчас говорили это дивергенция плюс плюс моя стратегия то есть изучайте ознакомьтесь если будут вопросы пишите это что касается валютного рынка то же самое вот просмотрите прошлую неделю я об этом всем говорил так ну куча примеров я проводить не буду потому что нету смысла вы можете сами взять и посмотреть вот у нас евро доллар дивергенция на дневном графике неплохо себя стреляла ну давайте еще какие-то рынки затронем ну условно там валютный рынок нефть допустим вот у нас коррекция была по нефти 1 то есть неплохая у нас получается с 70 долларов на 60 10 долларов то есть более более 10 процентов вот еще одна коррекция то есть один на дивергенция вот то же самое 76 тоже 10 доллар на 67 ну понятно там максимум минимум и точно не входим да но есть понятие что дивергенция была такая так вот еще один момент по дивергенции тоже снижение на баксов получается всем все такие моменты вот дивергенция которая показала разворот рынка это был апрель 2020 смотрите 1 и 2 вот этот минимум когда мы провалились тогда когда light уходила в отрицательную зону да смотрите крупная дивергенция в сочетании с паттерном смотрите что мы получили мы получили разворот рынка вот нефть на кто торгует нефть можно ее использовать понятно что это нужно использовать на длинной дистанции там год два года входить то есть не нужно так месяц поторговал такой блин все капец не сработал получил стоп лосс это не работает так не работает на рынке любая стратегия использует используется на длительном графике то есть вы можете быть какой-то момент получать стоп лоссы но дальше если вы умеете удерживать сделки и четко использовать дивергенцию плюс стратегию свою ва вашу допустим по точкам хода или кому интересно изучить мою стратегию вот вот эти моменты смотрите здесь очень хороший был момент модель корень на разворот рынка то есть и движение наверх дальше bitcoin вот bitcoin смотрите что у нас произошло bitcoin когда показывал цели приблизительно в районе 60 тысяч плюс-минус в этом моменте у нас было несколько точек захода локальных вот моментов локальных но в итоге смотрите вот эта дивергенция с тройной вершиной я ее называю она обвалила котировки на 50 процентов то есть кто ранее закупался в биткоине работал на длинную он мог если скажем проработать с этим индикатором плюс стратегии которую я использую здесь она была показана можно было выйти с покупок или зайти там параллельно в шорт или подождать какую-то коррекцию на 50 процентов это скажем немало и от купить активно 50 дешевле вот такие моменты поэтому на этом закончим не будем много примеров так как это бесполезно да то есть вы можете сами проверить смотреть обзора которые я показываю битву аналитиков я там иногда эти дивергенции упоминаю по возможности да по желанию не всегда если детально и вы хотите бесплатно скажем изучать эту тему смотрите в интернете есть полно информации если уже конкретно хотите использовать дивергенции и желательно конечно использовать в основу стратегию то изучайте потому что в чистом прям виде дивергенцию сложно использовать да то есть нужно использовать модели паттерна там уровне до как вариант вот в таком ключе поэтому пишите в комментариях убедил ли я вас что работает данный индикатор если нет я я так понял что скажем если для неверующих в эту тему то вот даже дал как я уже сказал самом начале вот по поводу александра герчика да то есть есть ноги которые там хейтеры поэтому и много будет хейтеров и данной дивергенции данного индикатора и данных индикаторов я в принципе с ними скажем понимаю то есть есть всегда две точки зрения то есть и я не говорю что это истина да какая то но есть рынок он показывается есть прогноза которые используют а уже момент вот этот который я сказал что когда вы приходите на рынок берете стратегию любую там мою стратегию там дополнительно дивергенции или там другую стратегию там герчика там еще кого-то то есть есть много там разных стратегий на сегодня на рынке это что касается трейдинга да если вы не соблюдаете риски то любая стратегия рано или поздно она вас скажем выносит с рынка так как вы условно купили что-то или продали или заширтили да не поставили стоп-лосс рынок пошел против вас на очень длинную длинные движения и вы потеряли деньги любая стратегия любая система мы используем риск менеджмент ну и психология да этот момент очень важен потому что когда ты на рынок заходишь и используешь какую-то стратегию получаешь 1 2 3 стоп-лосса 5 и такое бывает когда ты ну бывает момент когда ты хорошо определил рынок но он не сработал есть такой момент это не является я же не сказал там 100 200 процентов это работает не сказал большинстве случаев это работает это первый момент второй момент вы должны использовать риски да потому что получил 1 стоп-лосс 2 3 4 такой возможно там 1 2 сделки идеальные да но они не сработали по каким-то причинам второй момент может быть когда идет такая ситуация когда трейдер нервничает он попадает в тильт он начинает неадекватно оценивать рынок и говорит и просто заходит он что-то видит но это не идея но это не плохой паттерн плохой уровень слабый ну много-много момента может быть до пошел против тренда ну много моментов и все и он когда начинает эти моменты он говорит все стратегия в общем не работает нет нужно подходить к этому доклад поэтому пишите в комментариях всем удачных торговли сегодня прогнозов не будет почему потому что я их в принципе давал на текущей неделе кто смотрел понедельник среда на битве аналитиков то есть используйте сегодня у нас тема сугубо обучения пишите в комментариях под видео пишите в личку если интересуют какие-то вопросы дождь до следующей недели понедельник среда увидимся пятница тоже если все будет нормально но будет возможность все удачи